Студентка технологического колледжа Лиана пришла на семинар, чтобы узнать озы развития бизнеса. Девушка изучает коммерческое дело. Признается, в будущем мечтает торговать недвижимостью. Хочет стать успешной бизнес-леди. Я хочу понять, что нужно вообще сделать, чтобы хотя бы понятие иметь, как открыть свой бизнес и так далее. Потому что в дальнейшем я хочу это сделать. Чтобы стать успешным предпринимателем, одного желания недостаточно. Нужно четко спланировать стратегию развития собственного бизнеса, изучать рынок предложений и разбираться в законодательной базе. В этом участникам семинара помогают опытные наставники. Один из них – директор самарского бизнес-инкубатора Дмитрий Титов. Для того, чтобы эти размышления были, скажем, информированы и размышлять можно было с сознанием дела, мы проводим семинары и рассказываем, какие шаги должен человек совершить для того, чтобы стать субъектом малого и среднего предпринимательства, какие формы налогообложения существуют, какие меры поддержки оказываются администрации городского округа Самара, правительства Самарской области на федеральном уровне. Подобные семинары во всех районах города проводят по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Кроме того, в Самаре существуют и другие меры поддержки молодых и амбициозных бизнесменов. Сейчас им предлагают принять участие в конкурсе грантов, который проводит Департамент экономического развития, инвестиций и торговли. У нас последняя неделя по приему заявок для участия в конкурсе на выдачу грантов. Приглашаем всех субъектов малого и среднего предпринимательства, которые уже работают, которые внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Максимальный размер гранта составляет 350 тысяч рублей. Предприниматели могут подать заявку и получить консультацию в Департаменте экономического развития, инвестиций и торговли. Анатолий Головков, Василий Колдашов, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова